Всем здарова! А вот и следующая серия развития бездонатного ЕЕ. Ему уже, кстати, 3 месяца, так что пиши в комментарии, если хочешь общий ролик по тем результатам, что мы получили, считай, по первым 100 дням игры. Ну и сегодня у нас проточка талисманов, которые были нафармлены во время штурма Ильмарадена. Также реализуем немножко лута из логин-ивента. Еще у нас синтез драгоценных камней. Ну и, конечно, долгожданная смена профы, ради которой у нас уже было 2 голосования в Телеграме. Если ты вдохновился моей игрой и теперь тоже готов встать на путь игрока в Л2 Эссенс, пользуйся ссылкой в описании. Сейчас в тестовом режиме можно получить уникальные бонусы, даже если ты уже играл и просто хочешь вернуться. Просто перейди по ссылке и скачай лаунчер. Ну а если ты совсем новый игрок на Руофе Эссенс версии, то я вообще не знаю, чего ты ждешь. Ведь сейчас просто великолепное время для максимально комфортного старта. Сервера забиты ПВЕ-кланами, где ты всем очень нужен. Я сейчас без преувеличения говорю, рекрутинг просто какой-то умопомрачительный происходит в данный момент. На рынке столько крутых предложений, кстати, из-за того, что сервера сильно набиты народом. И что начинающему игроку будет просто максимально легко приодеться. Поэтому ссылка в описании. В общем, стартуй вместе с нами. Итак, начнем с самого начала. У нас подошла к концу последняя неделя ПВЕ-ивента Башня Эльмарадена. Далее будет включен только обменник, а вот ивентовые итемы больше не добыть. Мы нафармили достаточно руды за эту неделю и для начала займемся именно ей. Фармилось это богатство всеми персонажами двух аккаунтов на ежедневной основе. И коробочек мы можем забрать довольно солидно. Не то чтобы их содержимое нас сильно интересует на самом деле. Ведь на ЕЕ к этому моменту уже есть все талисманы, которые тут падают. У нас и Аден восьмой, и Ева с властителем пятый. Но тем не менее, это все равно очень дешевый способ, по крайней мере, попытаться что-то заточить. И я упоролся чисто из математики. Реально, я не верил, что мы таким образом что-то улучшим. Пришлось купить с помощью продажи Элмонет немножко Адены. Ведь для крафтов требовалось значительное ее количество. Ну а по результатам уже можно было представить, стоит ли такое же количество Адены вкидывать в то, чтобы и на СБ пооткрывать эти коробки. Я быстренько облазил всех твинов, перекинул талисманы и приступил к заточке. Талисманы Адена уж очень плохо себя показали. Не зашел ни один даже на плюс шесть. И казалось бы, все очень плохо. Но тут мы точим Еву, и она показывает, что с Аденом мне еще на самом деле дичайше повезло. И я уже совсем погрустнел к этому моменту. Но у нас оставался властитель, который нужно было переработать. И тут у нас просто, ребят, выходит пятый. Если кто-то пробовал рассчитать, сколько надо властителей на пятый, то это, так на всякий случай, порядка восьмидесяти штук. А тут зашел буквально с семи. И что вы думаете? На мне-то тоже, между прочим, пятый. А зачем мне два пятых? Нужно точить. Ну и он реально-таки берет и заходит на шесть. На один шестой в среднем нужно примерно 300 таких талисманов. Быстренько доламываю оставшийся пятый, и можно радоваться. Но не забываем, что с логин ивента у нас есть еще плащик. Наш всего шестой, а нужен седьмой, чтобы давал хотя бы минимальную прибавку к критам. Правда, какая вероятность, что всего один пятый зайдет на семь? Так еще и после того, как мы точнули шестой властитель. Все верно, вероятность составляет 100%. Надеваем новый свежий плащик, старый шестой спокойно ломаем. Ну и раз уж пошла такая песня, то реализуем талисманы и на СБ. Приходится продать еще немного монет, но не страшно. В этот вечер мы в любом случае просто в дичайшем плюсе. Быстренько перекидываем весь лут с твинов на СБ и начинаем перетачивать. Тут уже все гораздо более справедливо. Улучшаем талисман Евы до плюс трех, ведь он был всего лишь плюс второй. Из трех талисманов Адена на плюс шесть все ломаются, ну и властитель выше трех тоже не идет. А на СБ и так уже есть четвертый. Плащик, кстати, тоже решил, что ему с нами неинтересно и ликвидировался буквально сразу. Далее идем отдыхать, ведь завтра утром вставать в шесть тридцать, чтобы успеть зафармить лишний билетик, который можно обменять на третий камни. Утро оказывается довольно жарким, башня Ильмарадена переполнена, благо, что ЕЕ и СБ более-менее могут тут убивать мобов. Быстренько собираем группу и фармим. Но далее нужно то же самое проводить с тавинами. Идем на первый этаж и с помощью братишек все быстренько выполняет. Я этим занимаюсь на ежедневной основе, просто в этот раз нужно было сделать не 50 итемов, а 300, так что ничего страшного. Отфармленные билеты быстро меняем на камни и перекидываем все на основу. Хочется прям сразу все это дело засинтезировать. Ведь копили мы их уже целых пять недель. Правда нужна Адена. Хорошо, что можно купить коробку L8K на рынке и обменять. Экономнее посидеть, конечно, на продаже, но уж очень хотелось успеть до профработ. Камушки действительно позаходили очень вкусно. СБ теперь имеет пятый коралл, а ЕЕ пятую шпинель и пятый циркон. Ониксы и там, и там получились четвертые, что не может не радовать. Хотя, блин, могли бы и на пять зайти, было бы, кстати, очень вкусно. Они там красненьким начинают гореть, это круто. Ну и в любом случае, хорошо, что мы поменяли все это дело именно на камни, а не на вонючие первые куклы, которые нам тоже пытались подсунуть. Кстати, порошки с логин ивента пока что тоже не зашли, к сожалению. Ну и тут уже пора продолжать историю про то, чтобы сменить профил с ЕЕ на кого-нибудь еще. После нескольких голосований у меня в Телеграме я решил меняться на Арбу. Прикупил сет Монтикора на плюс 8 примерно за 6500 л монет, взял лук шиит и решил сам его загнать на 5. Все пересчитал и увидел, что загнать самостоятельно дешевле, если зайдет хотя бы с третьего раза. Ну а с третьего, как правило, он должен, в принципе, зайти. В итоге именно с третьего он и зашел, отдал 50 лямов за билет смены профы, поменялся и докупил еще сверху шлем величия лайт на бонус к атаке из лука, ну и лайт с перчатки МЖ, чтобы побыстрее настреливать. Проучил скиллы и обнаружил, что та самая книга 3 звезды на Арбу на самом деле юзлис. Во-первых, учится она на 85-м, а мы пока что в 83-м. Как бы, ну на самом деле, на первый взгляд, она выглядит вроде бы нормально, дает 16% силы скиллов. Правда, заменяет собой другой селф, который дает 15%. То есть, по сути, за трехзвездную книгу мы получаем то, что в ПВЕ нам практически никак не поможет. Кроме того, важный момент состоял в том, что Арба уж очень долго тупит между кастами скиллов. Это просто невозможно наблюдать, особенно когда насмотрелся на очень ловкого ЕЕ. Ну и в итоге, билет на смену профы потрачен, эквип закуплен, но счастья совсем нет. Что же делать? Я быстро пригинул, что билет не то чтобы очень дорогой, а весь шмот, который мы прикупили, передаваемый. Значит, его можно и продать. Лук вообще можем скинуть ниже рынка, а сет Монтикора я взял настолько дешевый, что скинув его на рынок, можно легко навариться на несколько сотен монет как минимум. А то и косарик лишний забрать. Главное, что я не успел обменять купон на трехзвездную книжку. Ну и кого же в итоге выбрать? Сильф виделся мне неплохим вариантом с точки зрения практичности. Но без нужного разгона он будет точно так же тупить, как Арба. Просто будет не две пульки выстреливать, а три. И допустим, еще, кстати, есть у нас пятый циркон, который скиллы этих пацанов тоже никак абсолютно не разгоняет. Маг какой-нибудь там ММ или СХ был бы неплохим вариантом. Но не то, чтобы его третий звездочный скилл будет хорошо работать. Тем более по сравнению с ЕЕ, у него лучше АОЕ потенциал, но нет настолько же крутого пола. Поэтому, что мы делаем? Мы просто возвращаемся на ЕЕ и проучиваем луч. Во-первых, максимум из трехзвездной книги мы выжмем только так. Во-вторых, на нашем уровне буста маг будет смотреться просто супер выигрышно. Ну и в-третьих, у нас тут уже выучено несколько важных скиллов, которые вернутся при обратной смене профил. Ну а насколько хорошо ЕЕ начал чувствовать себя с лучом, мы узнаем в следующем выпуске. Ведь я специально замерил, сколько ЕЕ и ЕСБ делали фарма в тренировочном подземене. Огромное спасибо за внимание. Совсем скоро увидимся в следующих выпусках. Пока.